Музыка Хулушки Амиго, снова вы, снова я, и это Реслинг! Жаль только, что не на канале ТНТ, комментировать его будет не Фоменко, и мне не 10 лет. Ой, жаль. Русский язык продолжает дискриминировать, его в игре нету, и вот это, я так понимаю, стоит в гордой позе Орла, нынешний чемпион всеярестлинга, по-моему, его зовут Джуна Сина, Джон или Джуна, хер его знает, я его знаю об этом только по мультфильму Скуби-Ду, блин, полнометражного прорестлинга, так я его давно уже не смотрю, и понимаю, что не зря, потому что таких чемпионов в свое время Билл Голдберг просто в базарный день укладывал по 10 человек. В битве в клетке, блядь, ну что это такое? Где мышцы у тебя, ёпты, дом, что ли, забыл? Чемпион, блин. Я в детстве посмотрел рестлинг, как и все, болел за Стинга, который, блин, навоевал со всеми на свете, вылезая из ринга, спрыгивая сверху, блядь, его драки с вампиром, что когда его там и в гробу поджигали, и что только не было, вот он был красавчик, готичный ворон. Ладно, ко всем хуям, что тут осталось от рестлинга-то, вроде Кейн еще играет, что тут есть, моя карьера, да, боже упаси, дайте мне. One by one, ну давай один на один сразимся, шит из-за белобрысый, белобрысый крикунчик. Можно выбрать все режимы, да, в детстве я, как и все, верил, что все это по-настоящему Iron Man, не знаю, что это последний стоящий чувак, это, видимо, где выходит толпа народу, начинают друг друга скидывать себя, скидывать друг друга за пределы ринга, так. Видим, видим, что очень много, много закрытых, ну давайте посмотрим, кто открыт, я буду player one. Джон Сина, сразу свободен, ты мне не нравишься, чувак, не знаю почему, но ты мне не нравишься. Альберто Дель Рио, он похож на боксера Мануэля Чара, так в прошлом году выхватившего от Александра Поветкина горячий испанский мачо, но я думаю, тебе надо в порнухе сниматься, че ты. А, Иисус, он же Даниэль Брайн, вообще он больше на бомжанок похож, чем на рестлинга, ну, кто только не хочет легких денег, да. The Miz, The Miz, это, блядь, какой-то задрот компьютерный, я хуй его знает, что это за боец, блядь, в футболке дейнджер, а, внимай, опасность, я пиздатый, а ты нет, вот что написано у него на футболке, ну, грубо говоря, я крутой, awesome, awesome, прекрасный или крутой, да, я крутой, а ты нет. Рэнди Ортон в татуировках якудзы, он сидел, судя по татуировкам, где-то, наверное, в крестах, наверное, или в бутырке, оттуда обычно выходят люди с такими татухами, фигура у него дрища, лицом похож на Винни Джонса, Рэнди Ортон, по-моему, это Дикай Рэнди, в свое время был такой в олдскульном рейтинге, вот там Дикай Рэнди по прозвищу Macho Man зажигал, как-то раз его в лимузине залили дерьмом, это был, по-моему, Кевин Нэш, прям через люк ему туда налили говнеца, ох, он его и вдул. Так, теперь Дэрин Йонг, ну, Дэрин Йонг, это как бы волосатый Барак Обама, как мы видим, такого Барака Обама никогда не будет такой огромной грудной мышцы, которую вот вывалил здесь вот этот персонаж, что-то грудь у него прям, блядь, неестественная, огромная, но в целом он какой-то хуй. Я уж думал, что это Расул Мирзаев, печальный, известный боец без правил, вот на маленькой аватарочке, вот он очень даже похож. Какой-то он, не знаю, Бан Ньюс Барретт, а, Бэт Ньюс, плохая новость, ёптай, как вы себе, как вы себями выбираете? Плохая новость, я бы тебе сказал, блядь, не знаю, плохая Барада, а, не знаю, плохой Шахид там, ну хрен его поймёшь. А вот этого чувака я видел в кино, а, это Дэви, это Батиста такой старый стал, ебать-бой-куй, ёптвою медь, ай, караул, какой я старый хрен, он снимался, по-моему, в фильме, знаете, в каком, по-моему, он снимался в этих, неудержимых, вот, точно, бля-бля-буду, он там был. Ещё, похоже, чел играл в сериале Спартак, может быть, тоже Батиста, хуй его знает, честно, не в курсе. А это что за красавчик, Дин, Эмброс, уходи из, а, ну, не, в принципе, ты правильно сделал, что пошёл в рестлинг, а не в бокс, а то бы тебе поправили твою мордашку, так ты ещё можешь сделать карьеру в рекламе мужских трусов, но я бы не стал тобой играть. Дольф Зиглер, какого хрена чувак, который Зиглер, одел розовую майку, как ты зиговать не будешь? Зиглер, ну, тоже какой-то, знаете, на Криса Хемсворда похож, такой, знаете, Тор, блядь, в розовой пидорской майке. Следующий, Рэй Мистерио, это не тот Рэй Мистерио, я думаю, потому что тот самый Рэй Мистерио скакал ещё, когда я был десятилетним мальчиком, с Билли Кидманом они там дрались, ёптать, а сейчас этому Рэй Мистерио должно быть 80. Хорошо, когда ты в маске, её можно надеть на кого угодно, и никто ничего не заметит. Эрик Рован. Эрик Рован, видимо, судя по бороде, один из участников группы Зизи Топ, я хер его узнаю, он вообще похож, знаете, на какого-нибудь работника, блядь, автомастерской, такой комбинезон у него и борода, а типичная американская деревенщина. Шоколадный заяц по кличке Биг Е. Биг Е, это, наверное, большая елда, потому что не знаю, что у него ещё может быть за Е, я не знаю, насколько он Биг, но рядом с ним ещё и Биг Шоу. Просто огромный, жирный, блядь, хрен, который давит габаритами, который ростом может... с которым ростом может потягаться только Грейт Али, но его здесь, по-моему, нету. Фанданго! Я думаю, что Фанданго должен Си Алекс рекламировать вместе с этим нашим чуваком, который и то играл солдата в сказках, то лкаша в рекламе какой-то. Си Алекс у меня стоит всю ночь. Роб Ван Дамм! Тоже довольно старый хрен. Роб Ван Дамм. Может, здесь бой всех звёзд? Здесь будешь Скорчштайнер? Нет, я не вижу. Но Стива Остин, я, по-моему, заприметил. Но Роб Ван Дамм очень, кстати, техничный в своё время был, очень эффектно смотрелся. Красавчик. Я, может быть, им поиграю. Титус О'Нилл. Вообще не знаю, кто это. Похож на баскетболиста, но лицо у него явно гангстерское. Я думаю, он держит пару районов в Гарлеме. Трипл Эйч. Облысел Трипл Эйч, когда я его видел. По-моему, он был с длинными волосами. Теперь это какой-то дед. У него лицо старого деда, а тело молодого атлета. Вот комбинация. А это что ещё заходит, а? Голдаст. Голдаст. Золотая пыль, что ли? Это, блядь, мистер-мазохист. Кого, блин, он в латексе. Наверняка у него там в яйд в мошонке, блядь, пирсинг вставлен. Он выходит на ринг получать удовольствие от того, что его пиздят, мне кажется. Ну, посмотрите на это. И маска у него напоминает вот этого Дарт Мола или Жавдеда, как угодно, из Звёздных Войн. Только там был красный, а здесь золотой. Не, вот ты, по-моему, шлёпа, к тобой играть точно не буду. Джек Свегер. Свэг, сучки. Сразу свободен. Роман Рейгнс. Татуха зачётная. Больше ничего зачётного. Да, татуха у него, пиздец, какая классная, блядь. Удительно. Но, если вы дрищ, можете о такой не мечтать. Такие татухи смотрятся только на накачанных шикарных банках. Вот чё я хочу сказать. А, Леонардо Ди Каприо, он же Тайсон Кид. Тайсон? Ты реально назывался Тайсоном? Ебать. Молись, чтобы Майк об этом не узнал. Ультимат Вариор. Охуительно смотрится. Я думаю, что там должно было быть лицо Арнольда Шварценеггера, а не вот это вот раскрашенное нечто. Это похоже, знаете, на Рика Флера в молодости. А может быть, это он и есть, Рик Флер в молодости. Все мы знаем, что рестлинг очень древний. Когда-то там нагибал Халк Хоган, самый супер чемпион, там, по супер статистикам, по каким-то самым древним. Эртру. Хуй знает, что это. Джей Юсо. Ну, дальше они пошли уж какие-то похожие быть. А это что такое? Брей Уайт. Этот Брей Уайт похож на Гильермо Дель Торро, который ответственен за провал Сайлона Хилла, поэтому я его компьютеру выберу и набью ему ебало. А, Брок Леснар. Он очень лицом похож на Сида Вишеса в свое время. Ну, не музыканта, блин, конечно, а рейстлера. Блядь, тоже додумали за рейстлер Сида Вишес, ебанутся. Так, это Цезаро. Хуй узнает. Ну, этот Джон Сина уже видели. Райбак. Сильно солидно. Давайте по-быстренькому просто досмотрим и уже придем к боям. Андертакер. Вот это? О, Боже. Еще один Ди Каприо. А это представитель, хотел сказать... А, Крис Джерико, блядь. Че, сдулся, что ли? Перестал гормоны в ляшки вкалывать, а? Савьер Вудс. Не знаю. Сантито Морелло. Кейн. Вот, до сих пор ебашится. Старая школа, блядь. Ну, как старая? Не очень-то старая. Он уже был из поздненьких, там, где был Рок. А это что за дрищ? Ты решил на том, что тебя избивают денег поднять, наверное, да? Вместе с вот этим пидорком. Коди Руц. Охуеть. Неужели, блядь, есть человек, который будет Коди Руцом играть в эту игру, е-мое? И вот этим вот Шимус. Шимус Макфлай. Stone Cold Стив Оустин. Непонятно, что он здесь делает. По-моему, он давно завершил свою карьеру. Попытался сниматься в говнофильмах. Тоже не покатило. Если здесь есть Стив Оустин, должен быть и Скала. Очередной американский алканавт в майке-алкоголичке, залитый слюнями. Люк Харпер. Марк Хенри. О, боже. Вообще-то он похож не на Марка Хенри, он похож на Боба Саппа, я бы сказал. Боб Сапп, он в рестлинге не выступал. Он пошел сразу в бейбис правил, где успешно получает поебальнику. Но он был огромный ниггер, как вы знаете, он с Сашей Мирянкой дрался. А, Куртис Аксель. Пошел в жопу, дэминша. Ну ладно, все понятно. Я буду Ultimate Warrior, как самый такой накачанный чувачок. Нахер мне менеджер? Я буду сам. А ты будешь драться, как я уже сказал, Гильермо, блять, Дель Торо. А как его компьютера назначить? Можно как-то на его должность? А, Ultimate Warrior будет драться против команды бомжей. Смотрите, Илканов. Селект Арена, давайте Селект Арена. А, хуй знает, что это за Селект Арена. Давай первую. И мы начинаем рестлинг на канале. Ну, кто смотрел олдскульный рестлинг? А, это есть. Он против группы Зизи Топ будет драться, я же сказал. Все знают эти козырные фразы Фоменко. Уколампуцать. А, нет, отколампу, тропупить, еще что-то там. О, людей объемных сделали. Хорошо, хорошо. Рейлрундул. Ultimate. Ultimate Warrior. Там, я пытаюсь посмотреть немножко заставок и понять, из какого времени этот рейсер. Потому что, по-моему, лет 50 так в рейсинге уже не одеваются. Это вот из самых первых рейсингов. Вот эти вот, блядь, цветные ленточки, цветные масочки. Когда-то даже Стинг выходил в розовых штанах драться. Это потом он стал готический ворон. А да, раньше он был просто кислотный петух. Да-да-да, демонстрирует свои резиновые широчайшие мышцы. Такой гориллой можно ставить только, херачив гормоны роста. Обратите внимание, когда вот пузо находится на одной линии с накачанной вроде бы грудью. Вау, у этого выход более креативный. Я надеюсь, правообладатель не поймет меня за это, а то придется вырезать. Какой-то вынос мозга начинается. Криво озвучено. Он сказал, они здесь. Мы здесь. Мы в космосе, да? А, они идут в темноте с лампой. А, деревенщины. А тот в маске овцы сегодня будет пассивен, наверное. Ну, я знаю, я слышу, что в Америке очень много деревенщин куротрахов. Может, овцетрахов тоже много, не знаю. Выходят они под кантри. Ладно, давай, короче, время получать, блин. Получать по сусалам, чувачок. Интересно, как тут бойцов открывать? Так, и начинается. Очень редко, кстати, на ПК выходят всякие боксы, борьба. Чё это такое? Разные приёмы. Да я наугад буду, блин. У вас всё равно обучение на английском, я вас умоляю. Что происходит? Да нахуй идите. Нормально всё. Надо что-то двигать, что-то теребонько. Всё равно нихера непонятно. Почему-то всё очень медленно движется, по-моему, на мой взгляд. 30 фпсов у игры. Мы продолжаем какими-то шлепками бить его по шее. Что, 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 что надо было сделать с этими стиками, я понять не могу. Бам! И огребает. Ой, ой, ой. Как можно так растаптывать лицо бедного, бедного ультимат вариора? Он меня просто уронил и отпиздил ногами, блин. Вот это рестлинг, понимаешь? Никаких тебе приёмов, а нахуя они? Да что такое РТ, блин? Где эта, где эта кнопка? Что, почему она ничего не делает? О нет, только опять не начинай его бить локтями, я тебя прошу. Блядь, да ты что-нибудь другое, ты умеешь кусок, ты дерьма. Кстати, ультимейт варьер почему-то не сделал себе ни одной татуировки. Вот так вот-вот. Теперь я тебя буду ногами пикать, тыкать, блядь, своими жёлтыми... Жёлтый Макросин. И ультимат варьер попрощался со своей поясницей и яйцами. А вот теперь он с яйцами попрощался. Снова. Ну, два удара, два яйца, всё верно. Слишком рано, слишком поздно. Отлично, давай ещё раз. А почему здесь они делают одно и то же, я не понимаю? Я понимаю, почему я одно и то же делаю. Почему одно и то же делаю этот компьютер, я не знаю. Компьютер тоже, наверное, не в курсе, какие есть приёмы. Да-да-да, как можно удариться больно об обитой мягкой тканью? Да, Гильермо Дель Торо не так прост. Я выбрал какого-то говноеда, по-моему. Да, я летаю просто как сучка. Кстати, можно заметить здесь, что когда вот совершают эти супер-броски, видно, как человек, которого бросают, подпрыгивает. Подпрыгивает. Да, игра что надо. Я просто даже не понял, что мне надо сделать. Обычно, чтобы встать, нужно кликать. Кликать очень быстро кнопку, но здесь надо было кликнуть в нужный момент. Более тупее идеи я не придумал ещё. И теперь деревенщины будут измываться над его бездыханным телом. Я думаю, на помощь ему должен выбежать Кевин Нэш. Нет? Очередной дерьмовый приём, который, по сути, блядь, просто говно. Да, ультимат варьер. Я думаю, по делам ты огрёб. А это что за... Что за хрен в кольчуге из стразиков? Так, давайте ещё что-нибудь попробуем. Шесть мэн. Нет, шесть мэн нахер. Трипл... Трипл чё? Четыре чувака. Это титульный матч, а вот и скала. Е-е-е. А, это из этих. Известные матчи, которые переиграть можно, да? Что, когда-то вот этот тип что-то выиграл? Чё, кто? Где? Вау, тёточки. Нет, тёлочка, не хочу играть. Женский рестлинг какой-то, блядь, на любителя. Ну, самые интересные матчи, я вижу, что здесь закрыты. Потому что, блин, я никого не знаю из тех, кто доступен. Поэтому нахер. Турнамент, трипл... Ну, давайте вот трипер, блядь, хуй узнать. Что это? Ой, сразимся в железной сетке. Боже, нет. На этот раз... А, два на два, что ли? На этот раз я возьму какого-нибудь серьёзного пацана. Вот этого Биг Йелда. Я думаю, он... Ага. И буду драться с чуваком с самой лучшей татуировкой на свете. А, нет. Я снова могу повыбирать. Да, сейчас самого дрища. Где тут такой пидерок был? О, вот ты. Вот ты огребёшь. А, нет. Помощь мне хотя бы безблох нужна. Потому что это вообще... Альберто Дельео пошёл в жопу. Где этот? Вот, Батиста. А, мы каждый сам за себя, наверное, будем драться, да? Ну, я надеюсь, что с большой Йелдой я не прогадал. Мне вот этот чувак слева напоминает этого. Пита, блядь, из голодных игр. Пита и Питараста. Трипл три... Хелл... Хелл и Накелл. А, ад в клетке, это я понял. А что такое трипл три, блядь? Треугольник, наверное. Дэнс, дэнс, дэнс. А у большой Йелды нету, нету красивого выхода. Блядь, какой же опасный негр. Посмотрите на его жопу. Я думаю, у него коронный удар как-то связан с его очком. Уйди нахуй с глаз, ты мне неприятен. Давайте посмотрим, как выходит педерок. Все радуются, все радуются ему. Это, блядь, не Джастин Бибер. Это какой-то... Как эффектно его... Его плащ расходится на его залупе. Посмотрите, как раз видно, что там шишак торчит такой, блядь. А, и куда-то вся его привлекательность подевалась. Вышла какая-то, блядь, обезьяна драться с него. Очень странно. Ну и представитель уже из более известных. У него и музычка неплохая. Блядь, что у тебя с лицом? Тебя пучит, что ли? Такое ощущение, что ты, блядь, неделю сгануть, блядь, не можешь. Из-за запора. Пошел ты. Да, на эти выходы лучше не улюбоваться, я вам скажу. Лучше сразу включать бой. Так, я буду пиздить судью, а вы друг друга. А, я как хитрый нига, я постою и подожду, пока они друг друга отпиздякают помощнее. Вообще не знаю, как можно, блядь, драться втроем. Такая хуйня может быть только в рестлинге. Больше, блядь, нигде. Даже у ларька пьяная драка не может быть втроем. А, попался, попался. Батиста почему-то... Вот это я понимаю. Просто старое доброе насыпать в пачку, блядь. Разбил ему еблет и дальше пошел следующего. Давай, бросай его, бросай его, бросай его. Отойди, мы тут... Ой, блядь. О! Я не понял, я только что бил ему ебало, а теперь мы вдвоем хуячим батишку. Блядь. Уникальный, уникальный рестлинг. Он так замечательен. Он так логичен. Почему-то бой идет очень медленно. Бой идет просто в режиме slow move. Я так понимаю, что это игра очередной порт с Xbox или еще откуда-то. Батиста лежит в нокауте. Удар ногой в позвоночник, который должен был сломать мою спину, нахер просто пополам. Второй подсрачник. Да не, у негра жопа-то бронированный, я обратил на это внимание. Блядь, зачем ты подпрыгиваешь? Не давай ему себя бросать, не будь бабой. Ой, я как-то раз видел в рестлинг вышел Майк Тайсон. Забавно было. Коленом в голову, господи. Да там мои мозги уже по рингу должны были растекать. Почему ты пиздишь меня? Бей батишку. Блядь, два белых бьют черного. Сука, я вас в суд подам на эту игру. Она, блядь, расистская. Оп. Хуеньки тебе. Делай что-нибудь. Какая глупость. Пытаться его, пытаться его удержать. Ты должен его бить. Ты должен его бить. Бить его сильно. По яйца, ногами. О-оу. Отлично. Я понял суть этой игры. Надо вовремя нажимать, нажимать РТ. И будет все нормально. Посмотрите. А, он передумал. Распространенная хуйня. Батиста, я смотрю, изображает труп успешно. И сейчас он должен был случайно получить... А, вот как это работает. Ну и отстой. Сейчас Батиста должен был честно случайно огребсти моей ногой. Батиста, ты не хочешь встать и поучаствовать в этой драке? Кусок ты, говна. Блять, нас побеждает Джастин Бибер. Ты можешь это понять, батик? Комбат, батишка. Отлично, блять. Негр показал всем свои подмышки, бля. И выхватил тут же с двух ног. Ёп твою мать. Дайте мне нормального персонажа. Бля, и теперь... Да, правильно. Лиши его возможности размножаться. Нахрен надо. Таких, как он, не должно быть детей. Очередной бросок, который вообще нихуя. Дайте реанимируем батишку, потому что это... О, я их кучненько, кучненько составил. Блять. Да он и так лежит, не двигается. Нахрен. Ладно, давай его полностью ломать. Ой, он понял, что его раскусили и встал. Смотрите, мне так нравится. Слушай, а этот гей-то не так прост. Смотрите, как залезть на... О, мы залезем на канат. И прыгнем на батишку, блять. Так, получи, получи, сынок. А, он подставил колени. Давай, как же ты догадался-то. Отличная, отличная возня происходит какая-то. Я самый отпичдёханный, по-моему. Потому что у меня жизни красные. Фаталити на уровне... На уровне Джакса, может быть, и выше. Подожди, дай-ка я ему... Да я ему нос вобью в череп, ёптый. Давай, батя. Своя очередь, мочи его. Его мочить. Я говорю, вот, ты дурак? Батяш! Ты что, блять, ёбнутый? Отлично, конечно. Бейте шоколадного. А, я доигрался, да. Они объединились против меня. Ну, я-то так просто не сдамся. Я же большой, большой елдак. Хорошая попытка дать мне посрачник. Что это за дерьмовый приём, господи? Я думал, он меня ногами на канат поставит. А батист, блять, что... Он, он, он... Он, он... Один меня избил, а второй решил украсить у него победу. Удар с тупой абсолютно вертушкой в упор, блян. Куда-то в мочевой пузырь. Батист, сука, валяется. Он будет взять еще раз. Мы идем в топ. Как риск? А повыше нельзя? Сейчас, я пытаюсь кого-нибудь черпануть. Получи подсрачника, ёпт. И... Давай, давай. На, нах. Отменю, потому что мне все равно не дадут. Сейчас надо этого тоже вальнуть разом. Это кто кого ударил? Мне иногда непонятно. Вот трестлинг, он, сука... Вот у них на всех где-то приёмов, ну, 15 разных набирается вместе с ударами. Бля, как... Как это... Какой глупый всё-таки спорт. Да, вернее, шоу. Может, когда-то я и верил, что это спорт, но сейчас-то, бля. Давай, залезай. Как залезть? Что делать, ну, негритос? Верните меня в бой, пожалуйста. Блядь, что ж ты делаешь-то? А вот этот... Вот эта волшебная кнопка. А тут... Опа, сзади! Опа! Топчи его, Батиста, топчи этого. Ну, в смысле, не как петуха. Ёптать, сколько ему в пачку уже накидали, и у него даже кровь-то не пошла. Я думаю, сейчас надо Батисту мочкануть, а то он что-то разошёлся. Ох, правильно. Ну-ка! Это же просто приём час икс! Нас, сука, рваная. Блядь, да какого хр... Не, вот так до бесконечности можно драться, если не будет мне мешать проводить захват. Ну, давай тебя так же шваркну, если ты ревнуешь, наверное. Давай, 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 да хлопай ты быстрее! Что ж ты, блядь, так медленно? Отлично. Опять Батисту выводит из строя. Не-не-не, подожди-ка. Подожди-ка. Ой, удар в щицы. Блок, ёпты, получи. Это что-то в стиле скалы. Вот скала так всё время дерётся. Он начинает получать три раза поеблищу. Потом ставит блок, перехватывает инициативу. Да, но мне-то это только снилось. Давай. Впечатляет, если бы я не знал, что там пружины. Но в детстве, конечно, я верил, что там кирпичи под рингом сложены. Знаете, нет, это неинтересно. Это очень долго и, блядь, не видно. Не видно конца и края просто этому глупому бою. Дурацкий режим. Так, давайте-ка мы попробуем, где шесть мужиков. Что? Так, Тим, Ладдер, Батл Роял, Элиминашн. Элиминашн. Элиминашн Тэг, давайте, вот. А, и причём я буду, я буду драться, блядь, Кейном. Я как старик, я буду драться старой гвардией. Нет, я не хочу контролировать партнёров. Пусть берут, что хотят. А как тут рандом? Рандом! Отлично, бомж с бородой. А, всё, хорошо. Надо нажимать подтверждение каждый раз. Посмотрим, посмотрим на новые лица, видимо, смотрите. Ой, Коди этот ёбаный опять вылез. Нет, мистер Мазахис будет шестым. Мы в шестером будем его пиззить, а он будет получать удовольствие. Вообще, конечно, чё-то этот рестлинг какой-то медленный, блядь. И в управлении он очень деревянный. Я играл в один классный рестлинг. Это было ещё на первом PlayStation, и там были герои. Герои из того олдскульного рестлинга. Стинг, Голдбер, Кидман, вот это всё. Букер Ти. Да, Кейн выходит под свою мелодию с No Chemical от группы Finder 11. Там группа 11, палец, ёпта, в своём заштопанном костюме. Это мы видели. Надо скипать, скипать, а то они могут полгода выходить. Шимус! Откуда у тебя поезд? Ты чё, в ломбарде купил? Ты же не мог его выбрать, выиграть. Что, чемпион? Чемпион по поеданию, наверное, пирогов. В Америке есть такой конкурс. Я-я-то... Вообще, он был похож, знаете, на вот этого рыжего чувака из ходящих мертвецов. Это не он? Испанская хренота выходит. Звонили из миграционной полиции, ждут тебя, чувак. Следующий. Не испанская, а мексиканская, мексиканская, конечно. Титус! О, этот Титус-то нехерово накачан. Очередной грозный нига. Да-да-да, мать твою. Он похож на всех тех накачанных нигов, которых показывают в кино. Ничем не уделяется. А вот у этого есть своя фирменная заставка. Охереть можно. Это же кто такой выходит? И даже у Кейна такой не было. Двадцать четыре карат пикчерс презент. Я не помню, от кого это я выбрал. А, это этот, наверное, мистер-мазохист выходит, что ли, под такую хироту? Ну, покажите же нам. А, их сразу двое выходят. Эти подружки вышли вместе. Мистер-мазохист и его анальная подруга, блин. Отлично. Они как бы обозначили свое парное участие в этом бою. Все остальные будут в жало. Ох! Три на три. Эй, иди-ка сюда, заяц шоколадный. Смотрите, он ростом с Кейна. Вот это гранила. Попробую сразу победить. Мне кажется, он в нокауте. Нижний в челюсть. Ой. Я ж нажал. Я нажал. Ой. Целуй ринг. Целуй ринг. Топай ему на башку. Топай ему куда-нибудь. Топчи его, падлу. О, да. Отлично. Восьмерное комбо одной кнопкой. В Мортал Комбате такого нет. И еще раз. Сколько раз, интересно, он может выдержать такие угрозы? Удары. Бум в пузо. Нет. Я начал, я начал пропускать. Да почему туфас-то? Огребяйте, уроды. Чуваки, меня зажали. На помощь, на помощь. На помощь, блядь. Нет. Какой дебильный прием. Ну ты и пидер. Ты кого, блядь? Ты кейна бьешь? Ты кем себя возомнел, нахуй? Будешь, блядь, на костылях всю оставшуюся жизнь сходить. Все. Я думаю, что со сломанным позвоночником он парализован, и можно его победить. Ему на коляске теперь в туалет ездить. Нет, он продолжает драться, это же Ресли. Я не дам тебе встать, нахуя мне это надо? Бум, леща батькиного вдогонку. Ну-ка, давайте-ка сменим ЛБ Чуву. Где такая кнопка? Давай, мексиканец, иди. Жалко, что я не могу им управлять. Я думал, что мы просто разом шестером будем драться. Но я не против посмотреть, как компьютеры дерутся. Что-то у меня... У меня-то как-то не очень получается. Слушайте, а вот этот Коди Рутс, какой-то он боевой парень-то. Смотрите, он мочит прям второй бой подряд. В режиме slow motion. Он делает болевой прием. Я думаю, я должен выйти за ринг. Я должен выйти и помочь. Это же Рестлинг. Ко всем хуям эти правила. Эй, Коди, блядь. Да ну нахуй. Третий-то чё стоит? Вылезайте, мы с ним втроём только, походу, можем справиться. Напишите, кто такой Коди Рутс. Он, наверное, новый чемпион там, да? Дай-ка его сюда, блядь. Пока ему-то могут и не помогать, а я-то выйду. Мне-то похуй. Да, ёпты. Отлично. Это мой по мне ударил, что дебил. Ой, а можно в людьев тащить, а? Он чё-то меня раздражает. Так, всё, рефери призвал к порядку. А, меня, меня дисквалифицировали, да? Ну и пошли вы нахуй. Режим говно. А, не, ну интересно, конечно, но это надо с людьми играть на геймпаде, мне кажется. Так, что ещё есть? О, вселенское мясо. Здесь и так, в принципе, лагает. А я ещё и... И я буду, пожалуй, играть за Биг Шоу. За самую огромную гориллу, какую можно найти в этой игре. А чё, я компу ничего не могу выбрать? А я буду один драться сам с собой, я выйду. Всем на радость. А это что за недокачанный Тарзан? Марти Макфлай располнел, блин. Да-да-да, все выходят, все выходят. Их-то... Ой, Стив Остин будет ефт. Тут очень много бойцов. А какого хуя? Чё происходит-то? А где я-то? Да, ну Рэнди Ортон, конечно, настоящая тряпка, судя по всему. Да, весь наглядно демонстрирует ассортимент приёмов. Кстати, когда игра не я, а дерутся два компьютера, игра идёт намного быстрее. Смотрите, походу я тормоз. А, Стив Остин должен нас выкидывать. Или кто-то выбежать успеет. Видимо, или что? Калк Холган выбегает. Господи, крупный план, крупный план, крупный план на дедушку. Сейчас дед покажет, за кого впишется старина Холк. Давай, Спенсер. Голливуд Холган довольно пассивен, но... Thunder in paradise. И Холк Холган распрощался со своими ушами. Блядь, все начинают пиззить деда. Да что ж такое-то? Ну что ж вы, блядь, за люди-то такие? Ёпты. А, непонятно, что он делает, он его удушит канатами. А, и сейчас, через 10 секунд... Это мой ебланский режим, конечно. Через 10 секунд-то ещё кто-то появится на ринге. Кто же это будет? Блядь, чем может кончиться это ёбаное побоище? Эр-трус. А, трус. Эр-трус, блядь. Ну я знаю, что тру-тру это правда, блядь, но я не знаю, что это у него. Эр, правая, правая, правда? И выходит на ринг какой-то сутенер, походкой, блядь, человека, у которого просто под контролем все сучки в этом городе. Да, но шпилить он их больше не сможет, потому что только что его яйца были разбиты об колено Голливуда Хогана. Истекают сейчас в сапоги, сапоги Халка. Да, он как пиздюка просто кидает этого сутенёра по рингу. Стив Остин зажёг свечу из Ультима от Вариора. Так можно было его по самые плечи головой в ринг воткнуть. Но вот появляется таймер, и на ринг выбегает новый боец. Кто же разбодяжит эту вахханалию, порнографию? Рэнди Ортон, конечно же. Чикарь Рэнди мчится на ринг. Вот он, свеженький, не побитый, не помятый, в татуировках. И начинает пиздёхать лысого Стива Остина. Но потом резко передумал, попытался схватить, блядь, Ультима от Вариора. Потом въебать Халку Хогану. Такое ощущение, что Рэнди Ортон решил настроить всех против себя. Что делает этот безумец? Посмотрите, он бешеный. Он просто бешеный. Вообще, он немножко похож на Спартака из сериала, на самого первого. Сейчас он случайно выхватил локтём в носопырку и пытается надавать лещей Халку Хогану. Куда ты лезешь, мальчик? Там дерутся титаны. Это бой мужчин. Снова на экране таймер. О боже, кто же, кто же ещё решил вписаться в эту драку? Вот пинком под жопу с ринга был выпихнут Ультимат Вариор. И он покидает соревнование. А следующее соревнование, видимо, покинет Рэнди Ортон. Биг Шоу, Биг Шоу. Это уже я? Ну, а, блядь, старый хуй, чё ты, блядь? Это просто огромный 200-килограммовый амбалище. Который ты куда? Ты что, мы не можем так быстро проиграть? Ты чё, ёбнулся? Помоги, помоги мне. Как тебе там, блядь? Рэнди Ортон, блядь, на греху. Вот это вертушка а-ля Ван Дамм. Один удар, два тела лежат. Давай, давай, с тобой мы в белом танце кружимся. Наверное, в ринде мы подружимся. Я думаю, что ты должен уже покинуть территорию. О боже, сутенер пытается выкинуть Стива Остина. Ты что делаешь, мальчик, успокойся. Узбегайся, блядь, канаты моей жопой не порви. Почему мой герой так охотно выпрыгивает за канатой, не понимаю. Он долбоёб? Ну-ка, иди-ка сюда, моя куколка. Блядь, а что ж за хуйта-то здесь? Это слоу-мув мне, честно, только, блядь, всё портит. Он мне... да, да. Зиглер выходит. Выходит Адольф Зиглер на бой. Вот кого тут не хватало. Охуительный слоу-мушен происходит. Это, видимо, связано либо с таблеткой этой пиратки, либо с тем, что оптимизация здесь сделана просто богами на Олимпе. Но Зиглер сходу нокаутировал Стива Оустина. А здесь Биг Шоу крупным планом схватил шоколадного сутенёра. И не знаю, что ему помешало выкинуть его из ринга. Он его просто плюхнул. Блядь, какое месиво. Получите, сударь, получите. Эй, ты мне не нравишься. Прекратите лопать меня за талию, гражданин. Бам! И всё, завтра выстричь свой позвоночник. Халка Хогана нагло выпихивает с ринга. Получи, получи, проклятка. Какого чёрта ты трогаешь ветерана? Паршивый ты. Да ты сам ветеран без пяти минут. Но тот-то ветеран дважды уже. И сейчас Стива Остина от вылета спасло только то, что он зацепился копытами за канаты. А вот сутенёр пытается... О боже, сейчас походу медленно-медленно нагнут Халка Хогана и ему вдуют, нет? Игра замедлилась уже просто до, наверное, кадров, блядь, десяти, сука, в минуту, блядь. Что нахуй, как эта игра, блядь, работает? Эй, гражданин. Захват просто яичек. Давай его выкидывай с ринга нахер. Нет, он не хочет его выкидывать с ринга. Выбрасывай, выбрасывай его. Ну, я понял, что я никого не умею выбрасывать. Но я зато отлично, как дюймовочка, умею порхать через канаты и стоять, бороться с той стороны. Но вообще по жизням я и Зиглер самые свеженькие, поэтому... Я думаю, что победит кто-то из нас, если я просто не ёбнусь от... Че происходит? Как не обращаться здесь? Ты мою тушу с места даже не сдвинешь, как ты? Че ты пытаешься сделать, мальчик? Ни хрена он на него копыта закинул. Бум-бам-бам! Сейчас я вобью ум разум, блядь, в твою тупую голову. Релиз! Релиз! Че релиз? Кого релизнуть? Деда давай выкинем нахер, он задолбал уже. Я думаю, хватит сыпать песок на ринг, иди уже. Иди уже в раздевалку. Кто-нибудь, закиньте мне сюда стул, сейчас я улажу. Остин, братан, подкинь тубаретку. Я думаю, надо оживить это побоище. Мы юзаем одинаковый прием. Давай их друг на друга ебнем, посмотрим. Финишер. Опа! Опа! Халка Хогана. И прикончил деда. Все, можно даже у стринга не выкидывать, он уже готов, я думаю. Вставай, дед, вставай на выход. Да, перехват инициативы, опять я, блядь, за канатами. Потрясающе, потрясающе, очень интересно. Ай, блядь, нас разнимает сутенер, вот уж чего, не ожидал. Спасибо тебе, черный брат, получи, получи. Получи, проклятый. Ну давай его за ринг уже нахуй выкини, да, блядь. Халкоган, у него разбита голова, как я вижу, и желтое тело. Что-то там внизу такое показывают. Блядь, эта игра так и должна быть, словом, еще кто-то выходит. Господи, какое безумие. Да, и чем, чем обо что он меня сейчас ударил? Посмотрите, старик разбушевался, старик просто мочит. Большая елда выходит на ринг. Какие-то такие нелепые броски здесь. Свеженький, подготовленный. Какая глупость, выйдет тот, кто выйдет последним, мне кажется, выиграет. Он будет самый свежий. Бам, сверху на большого елду надо было насадить. Зиглер уже вообще не жилет, что-нибудь выкиньте его с ринг, нахуй. Ай, уйди, Зиглер. Все-таки он еще может. Я хотел разбежаться от каната, оттолкнувшись от каната, что-то. А здесь еще есть обучение какое-нибудь? Как выкидывать? Страйк, фириш, чеху. Блядь, ну, нету русского, нету и обучения, все понятно. Перехват. Еще кто-то хочет выйти. Зачем? Честно говоря, подзаебало смотреть на этот ствол мув. Да, да, меня катапультировали, даже не дали побороться за канат. Да, ну, я думаю, что, честно говоря, на этом можно заканчивать. По-моему, этот рестлинг тупое говно. Я не понимаю, почему он такой медленный. Приемы повторяются, но было с самого начала очевидно, что рестлинг как шоу, так и игра. Либо предназначен, либо для тупых америкосов, либо для наших школьников 10-15 лет, которые это смотрят и получают от этого удовольствие. Сейчас, честно говоря, будучи уже взрослым человеком, играть в это не очень интересно. Смотреть это вообще не хочется, поэтому... Я не знаю, если вы фанат, вы можете поиграть. Особенно вы сможете поиграть, если разберетесь, какого хуя в этой игре такой слоу-мув постоянный. Так что... Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. А я думаю, что в этом бою победит Халк Хоган, как самый олдскульный чемпион всея рестлинга на этой планете. Если, конечно, блядь, еще не повыбегают, блядь, 300 человек, потому что Халк Хоган уже устал. Конкретно устал. Сейчас просто мне интересно посмотреть, кто выбежит. Вдруг Голберг. Ну и раз Халк Хоган есть, а Халк Хоган вообще древность. Брей Уатт какой-то бежит. Десятый участник этого побоища, который вышел последним, как Сыклова. Я думаю, что здесь 10 участников. Что он делает? Он пытается затащить его обратно на ринка. Тот не хочет. Говорит, скинь меня, я лучше уйду. Но убедил... А, это деревенщина вышла. Под свое ссанное кантри. Понятно. Борода, как у Дэви Джонса. Я впервые вижу бороду из дредов. Спутанных. Очень понятно. Бой будет, может быть, до бесконечности. А, им еще играю я. Поэтому, как только играю кем-то я, блядь, начинается какое-то ебаническое замедление. Ой, ко всем херам. Ладно, все, Амигас. Не забудьте нажать на рекламки. Адьё. 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 Адьё.